В Ереване заверили, что углубление отношений Армении с Европой не нацелено против России. Поворот Армении в сторону Запада направлен на повышение безопасности страны. Армения не ставит целью разорвать отношения с Россией, сближаясь с Евросоюзом, об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян. Официально заявляю, что республика Армения не участвует в каком-либо плане против кого-либо. Углубление наших отношений с Западом, к слову с ЕС, не направлено против Российской Федерации, оно не преследует цели свести эти отношения на нет, оно даже не преследует цели использовать их против соседей. Глава армянского МИД добавил, что Ереван углубляет связи с ЕС не для того, чтобы направить сотрудничество против кого-то, а чтобы повысить безопасность страны. Сможет ли Армения усидеть на двух стульях? Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников в беседе с корреспондентом Вестника Кавказа обратил внимание на нестыковку между словами Арарата Мирзаяна и реальностью. Прекрасно понятно, что большинство стран ЕС, в особенности те, что усиленно налаживают отношения с Арменией, выступают сейчас с антироссийскими позициями и считаются в России недружественными государствами. Со стороны Еревана наивно говорить, что у недружественных РФ-государств, открыто заявляющих о задаче нанести России геостратегическое поражение, есть какие-то другие мотивы в приближении к российским границам, кроме того самого геостратегического поражения. Но российская власть наивностью не отличается, подчеркнул он. Поэтому вряд ли кто-то в России поверит, что попытки Европейского Союза привести своих военных советников и оружия в традиционные зоны российских интересов не являются направленной против России политикой. Никто не сомневается, что ЕС действует в Армении и действует именно против России. Надо сказать, что и подобные заявления со стороны нынешних руководителей были ожидаемы, это обязательная часть их программы, активнейшим образом включаться в антироссийскую политику и при этом говорить, что их действия не направлены против России, отметил Дмитрий Солоников. Никто из армянского руководства не скажет сейчас открыто и смело, мы перешли на антироссийскую политику. Ереван, до последнего проводя антироссийскую политику, будут пытаться зарабатывать на экономических отношениях с Россией в рамках ЕС, получая дешевые ресурсы, получая заказы и рынок сбыта для своей продукции. Конечно же, никто в Армении не намерен от этого добровольно отказываться. До какого-то момента тесные отношения с Россией республики удастся сохранять при такой политике, но затем встанет вопрос о разграничении интересов. Сейчас Россия разрывать отношения с Арменией точно не будет, ей не до того, она решает другие геостратегические вопросы, заключил политолог. Редактор субтитров А.Семкин